Американский премиум крейсер Атланта Тем, что корабль как раз вернулся в премиум магазин Несмотря на то, что еще на ЗБТ этот крейсер присутствовал И была возможность приобрести его за игровые пиастры Ненадолго его убирали, чтобы успели немножко игроки новенькие подкачаться А не сразу попадали бы на седьмой уровне, приобретя корабль за деньги Кстати, не об этом ли вы мечтали в танках, когда говорили Не давайте покупать там прем восьмого уровня, пока человек не отыграет сколько-то боев Ну, в общем, тут такой эксперимент компании Леста был поставлен Мне кажется, он довольно-таки успешен Ну так вот, поскольку он появился в продаже Хочу про него немного рассказать Его плюсы и обязательно его минусы Чтобы вы сами, посмотрев это видео, могли для себя решить Надо брать или не надо брать Это личный будет выбор каждого Итак, богатая история у этого корабля Очень интересные боевые применения в игре World of Warships Но о нем мы поговорим, когда непосредственно пойдем в бой Сейчас давайте пройдемся по матчасти Посмотрите, сразу бросается в глаза огромное количество башен главного калибра Это 6-дюймовые американские орудия Калибр 127 мм Есть два торпедных аппарата, четырехтрубных Посмотрите, с двух сторон Это... достались они, кстати, от эсминца Симс Настоящей Атлантии в реале Дальность хода торпед, правда, невелика Через полных километров Но, как вы убедитесь, иногда это позволяет вытворять на ней очень-очень забавные штуки Неплохая... весьма-весьма неплохая у нее противовоздушная оборона Несколько разнокалиберная Большинство составляет устаревшие четырехствольные 28-милитровые автоматы Типа... как ее называли? Чикагской пианино Вот оно Не столь они эффективны, как ПВО Но, ребята, поверьте, этот корабль преобразится, когда вы включите на нем загородительный огонь Потому что все ее... вот эти вот орудия главного калибра Они способны действовать и по самолетам В автоматическом режиме, разумеется, просто они добавляются в ауру ПВО У нас получается 8 башен главного калибра по 2 орудия в каждой На борт из них одновременно могут стрелять 7 Поверьте, это просто шквал огня Ну, это вы увидите сами В общем, вот параметры этих орудий Очень высокая скоростность 12 выстрелов в минуту вы будете просто заливать все огненным шквалом Молниеносный поворот, смотрите, на 180 градусов 7,2 секунды Рассеивание 98 на 11 километрах Дальность ее стрельбы, она очень точна Ну, есть, разумеется, и минусы Вы их также увидите Снаряды летят очень долго, по очень крутой траектории И вам придется брать просто космические упреждения Особенно, когда будете стрелять по эсминцам Но, поверьте, к этому можно приспособиться И оно того стоит В общем, сами все увидите Переходим к модулям Понятно, что прям корабль У нас есть одно состояние Состояние топа и стока Оно уже, в общем, является Оно одно и то же Такс Касаемо расходников Ну, понятно, если есть возможность голдовой ремки К счастью, можно у нас, вот смотрите, таким вот способом Раз и приобрести за серебром Что тоже очень круто Нагиба за деньги нет Пожалуйста, тратим серебро Покупаем вот так вот И это у нас аварийная команда Особо я хотел бы все-таки обратить внимание Из расходников на заградительный огонь ПВО Есть гидроакустический поиск Вы его тоже можете взять Но я вам советую Брать именно заградительный огонь ПВО Потому что, когда вы нажимаете волшебную кнопочку Ваша Атланта просто как огнедыщий вулкан Начинает стрелять по вражеским самолетам Сшибает их очень круто Именно благодаря тому, что ее орудия Главного основного калибра Они добавляют свою силу В ауру ПВО вашего корабля А так, стандартные автоматы у нее не очень сильны Поэтому я советую Возьмите вот это Гидроакустический поиск Пока отложите в сторону Заградительный огонь ПВО Это выбор капитана Латриста на данном корабле Далее, внешний вид Флаги, которые я на нее поставил Ну, в общем-то, все достаточно стандартно Я не ставлю флаги на кредиты Потому что и на стоимость ремонта корабля Потому что это пресс-аккаунт Ну, в общем-то, остальные все на ней работают прекрасно Как и на любом корабле Если возможность, можно их применять Камуфляж я выбрал тот Который уменьшает точность стрельбы противника По нам, потому что, ну, все-таки мы крейсер Ведь нас с 11 километров Минус 3% к нашей незаметности Ну, это смешно Пусть лучше мажут Потому что удар мы не держим У нас очень слабая броня Там главный пояс всего 98 миллиметров Но он достаточно небольшой Все остальное забронировано намного хуже Там даже боевая рубка, по-моему, 65 миллиметров броня Для боевой рубки это просто Просто копейки какие-то Поэтому лучше пусть по нам не попадут Поверьте, так оно будет лучше Навыки... Так, нет, секундочку Навыки командира У нас еще есть модернизация Обязательно Что... Вот на последние деньги Я советую ставить орудие главного калибра Модификация 1 Которая делает их немножко прочнее Объясняя почему Вот эти все чудесные башни Они практически башни Это башни от эсминца У них никакое бронирование Корабль у вас компактный Их очень-очень много И когда вы попадете, не дай бог Под какой-то сосредоточенный обстрел Вам эти башни будут выносить просто пачками Это беда Атланты, ребята Вообще лучше под обстрел такой не попадать Но если ваши башни будут немножко покрепче Пусть оно будет так Вот это самая главная модернизация Для Атланты вы еще не раз вспомните мои слова Во второй слот я поставил улучшенное ПВО Плюс 20% к максимальной дальности стрельбовых установок Противовоздушной обороны Ну, не самый это В общем, не единственный это вариант Торпедные аппараты я точно не ставил Потому что это не главное оружие С тем управлением огнем Хороший выбор Ну, посмотрите по вашему стилю игры Потому что Атланта сама по себе очень точна Я уже показывал вам в характеристиках А ускорять ее перезарядку Ребят, 12 выстрелов в минуту Куда еще ускорять Так что мой выбор в данный момент Это именно ПВО Второй Вернее, второй Третий слот мы с ним закончили Третий слот Это энергетическая установка Модификация 1 У меня поставлена сюда Потому что ХП у нас немного В общем-то Лучше Уберечь машинку от повреждения Потому что пробивать нас будут часто И куда-то убежать за остров Чем Как-то тешить себя мысль Что у тебя на минус 5% К фигурации пожара Поверьте, вас просто расстреляют Раньше, чем вы сгорите Если уж попали Под молотки Ну и В четвертый слот Я ставлю рулевые машины Опять же, БЗЖ Нет смысла Абсолютно Потому что вы раньше сгорите Или утонете Чем все это потушится Или откачается вода А вот маневрировать Под вражескими бомбами И торпедами Или под огнем Крейсеров С дальней дистанции Очень даже полезно Переходим к командиру Навыки командира Для данного крейсера Разберу чуть подробнее Но всегда учитывайте то Что это премиумный корабль Вы на него Своего командира здесь держать Большого смысла нету Вы будете пересаживать Скорее всего На него Других американских Командующих Других кораблей Но на всякий случай Вдруг вы решили Такого вот прям Специального Для Атланты Для Нагиба Я тогда расскажу Конфигурацию Навыков Удобную Именно для этого корабля На первом уровне Мы однозначно Берем базовую Огневую подготовку Мы увеличиваем Еще больше Увеличиваем Нашу бешеную скорострельную Ставим халявный досылатель На нее И улучшаем ПВО Также я считаю Нужным ставить Основу борьбы За живучесть Не так Нам важно Время КД Самой ремки Потому что за это время Скорее всего Просто убьют Нам важно Чтобы она От КДшная Очень быстро Нас починила Потому что Опять же Очковой боеспособности У нас мало Если нам врежут Если нас подожгут Попаданием Или затоплением От торпед Нужно будет Моментально Подчиниться И то не факт Что мы выживем Ну поэтому Дадим нашему кораблю Лишний шанс Остальное Ну лампочка Зачем нужна Тут мы не эсминец Да и Скорость Перезарядки Ребят Опять же При этой Бешеной скорострельности Если вы молниеносно Будете перебываться Да и по большому счету По большому секрету Вам скажу ББшки на ней Не нужны особо Так Второй уровень Навыков Обязательно Противопожарная подготовка Остальное Не имеет смысла Особого А вот Минус 7 Киевероятности пожара Пусть оно В общем-то Будет Третий уровень Без вариантов Повышенная готовность И Суперинтендант Потому что В бою Где будет Пара вражеских Авиков Суперинтендант Вам очень сильно Пригодится Ну и Разумеется Быстрое КД Нашей аварийной Команды Лишним Еще никому не бывало Четвертый уровень Без вариантов Я ставлю Усильную огневую подготовку У нас Начинают Дальше стрелять Наши орудия Главного калибра И Еще дальше Начинают Стрелять Наши ПВО И Вот это Один из немногих Кораблей На котором я рекомендую Переместиться На пятый уровень Навыков И обязательно Поставить Профилактику Орудия у нас Являются модулями Корабля Я вам еще раз говорю Критуются они Просто дико На Атланте Просто жутко И Если вы Сподобитесь докачаться На премиум корабле Это достаточно Просто Здесь будут Разные капитаны С разных кораблей И Если будет Профилактика Это будет Вообще Классно Потому что За Ваше орудие ГК Вы будете Более Менее Спокойны Ну в общем Вот такая Вот долгая Прелюдия В порту Давайте Перейдем Непосредственно К бою И там Рассмотрим Корабль Уже Подробнее Самое первое Правило При игре На Атланте Ребята Никогда не ходите Поодиночке Вы прекрасный Корабль Поддержки Орудия Главного Калибра У вас Стреляют Весьма и весьма Недалеко Там порядка 11 километров Брони у вас Практически нет Если вы Оказываетесь Под плотным Огнем врага Вас очень быстро Спустят на тряпки Особенно Если противник Скилованный Здесь я Не пошел С союзным Кливлендом Потому что Он выбрал Достаточно Экстравагантный Путь Для приложения Своих усилий Он потом уйдет За острова Куда-то вдаль Ну В общем Я решил Воспользоваться Островами В районе Перехода С точки А На точку Б И здесь Как-то укрыться От огня Вражеских кораблей В случае Если они По мне Начнут стрелять Но вообще Ребят Вот видите Баллистика Атланты Долго очень летят Снаряды Большие из этого Проблемы При стрельбе На дальней дистанции Но я перекинул Как миномет За гору Когда будете играть Учитывайте Она Очень здорово Стреляет за препятствия Видите Открытая вода Для меня противопоказана Если я один Я туда просто Напросто не пошел Так вот Атланта Я считаю Идеальная пара Для линкора Если вы берете Своего друга Колю Или там Как по другому Его зовут Если он хочет Покатать свой линкор Но он Он боится эсминцев Он боится Вражеских авианосцев Ребят Есть универсальное лекарство Это Атланта В отряде За счет ее Прекрасной Прекрасной Орудий Противоздушной Обороны Орудий ПВО Она способна Отбить Практически Любой авианалет От друга На толстокожем Линкоре Эсминцев Вот посмотрите Как быстро Она стреляет Вот у меня Попадание И следующий залп Уже летит По Кливленду Великий Ужасный Страшный Кливленд Я его просто Могу сожрать Если мне он Особо мешать Не будет И мало какой Клив Сумеет успешно Отбиться От Атланты Которая до него Домоталась Так вот Вы спасете Линкор От вражеских Самолетов Вы спасете Его от Вражеских Эсминцев Потому что Просто струей Вы их просто Зальете Из своего Главного Калибра Ну а за Линкор Можно сюда Спрятаться Если прибежит Какой нибудь Бронированный Толстый Товарищ Который Будет пытаться Вас обижать Вы будете Вызывать У противников Лютое подгорание Стула Такое количество Стволов И шанс Поджога Даже там Можно не ставить Соответствующий Навык Шанс поджога Очень Очень велик Для эсминцев Вы просто Живой И ходячий Кошмар Потому что Эсминец Встретившийся С Атлантой Если он Не ушел Куда-то В инвиз Если он Не спрятался Куда-то За остров Это просто Гарантированный Труп Вы сожрете Его Как крокодил Там Не знаю Какую-нибудь Маленькую рыбку Вот Я маневрирую Как вы видите Среди островов Особо Не вылезаю На противника Но я знаю Что сейчас Через какое-то время Из-за острова Выйдет эсминец И я решаю Из своей торпедной аппараты В общем Применить в приеме Которое Если кто давно Смотрит мои видео Называется Из-за острова На стержень То есть Вражеский корабль Выходит из-за угла Из-за какой-то Мыска А в него Раз И идут Уже Мои торпеды Так вот Вражеский медиканс Так и попался Посмотрите Как я здорово Попал по нему И за орудиями Главного калибра И торпедами Парня просто Разорвало На части Но на самом деле Я немножко жалею Не нужно было Стрелять торпедами Надо было показать вам Каким образом Атланта Способна Сжечь эсминец Особенно На ближней дистанции Где из-за своей Даже несмотря Вернее на свою Сложную баллистику Атланти Промахнуться Просто нереально Она эсминца Втаптывает в дно Ну Немножко слов Про исторический прототип Корабль считается Боевым Их было 8 штук Построено Два из них Не дожили До конца войны На Тихом океане Потому что Активно Участвовали в боевых действиях Это Джуна И собственно Наша с вами Атланта Корабль героический Ни в коем случае Не бумажный Погиб он В тяжелейшем В ночном бою За Гвадалканал Он получил торпеды От вражеского эсминца И все бы Было бы более-менее Ничего Но по нему По ошибке Открыл огонь Союзный тяжелый крейсер Сан-Франциско Это тип Нью-Орлеанс Который представлен У нас В игре Ну и в общем Несчастную Атланту Просто расстреляли Свои Там порядка 18 было попаданий Погиб Адмирал Норман Скотт То есть Такой достаточно Был Одиозный случай Ну В общем Говоря еще немножко Про ее Исторический прототип Нашего корабля Игрового Считается корабль Не самый удачный Он строился Вначале как разведчик Потом стало понятно Что крейсера разведчики Они ушли в прошлое Потому что Есть радары Его переквалифицировали В крейсер ПВО Жаль В этом бою У врага Не оказалось Авианосцев Которые Могли бы Надо мной полетать Поверьте Вот по кнопочке Да у меня здесь И не было Загорад огня У меня взят был Этот Акустический поиск Не досмотрел я Но Поверьте В качестве ПВО Она работает просто Изумительно Возьмите Союзный Линкор И просто Прикрывайте Его Своей Атланты И ни один авик При ваших грамотных действиях Просто не долетит А эсминцем Вы Сожгете Так вот В Реале Да Крейсер ПВО Он планировался Не зря на нем Столько натыка На шестидюмовых орудий Они могли стрелять И в Реале По самолетам Там были снаряды Американские С радиовзрывателями Достаточно эффективно Могли они действовать Посмотрите Это красавец Как раз видите По торпедному аппарату С каждого борта Торпедные аппараты Кстати Сняты с эсминца Симс Ну типа Симс Вот Планировались там Немножко попроще Два трехтрубных В проекте Ну Все таки вот Два четырехтрубных И торпедные Четыре с половиной километра Как вы видели Способны вполне себе Попадать даже по эсминцам Но Мой вам совет Если приобретете На торпеды Сильно не заморачивайтесь Это приятный бонус Который способен Поставить В какой-то Безнадежной дуэли Иногда Победную точку В вашу пользу Но Тем не менее Самое главное У нас это орудие ГК Да На дальних дистанциях Мы не очень-то Ими попадаем Но уж если Кто-то к нам подошел Вот Тому Просто таки Не поздоровится У противника Это победа Для нас Мы достаточно успешно В этом бою действовали Вот И Я думаю Что брошу Подумал вернее Что брошу этого эсминца Который спрятался И пойду Немножко постреляю по линкорам Потому что в этом бою Я писал его специально Для Гайда У меня было желание Показать Как можно больше Что умеет мой корабль Что умеет Это Атланта В том числе И может быть Что бы линкоры По мне постреляли Но эсминец Он видимо еще не сталкивался С этим монстром Под названием Легкий крейсер Атланта И он стал подходить Ко мне Здесь я демонстрирую Не самую лучшую стрельбу Я честно Давно на нем не играл Видите Эсминец Плюс как-то странно То включал форсаж То начинал тормозить И Я не сразу по нему Пристрелялся Вот Но попадания Которые проходят Они причиняют ему Просто Колоссальные боли Страдания Видимо Кто-то ему выбил Машинку Но я этого не вижу И Вот Несколько выстрелов У него Немножко легли С перелетом Но если я пристреляюсь А я пристреляюсь То Дело пойдет веселее И эсминцу Просто-напросто Не поздоровится Ребят Поверьте Лучшего антиэсминца Это не Кливленд И не Амаха Лучший антиэсминец В игре Это Атланта Это я просто Подписываюсь Всеми руками И ногами И чем еще только можно Вот На меня обратил Внимание Линкор И хочет повторить Хочет сделать так Чтобы я повторил Судьбу Атланты Исторической И В общем Ну мы его Немножко разочаруем Дело в том Что Особенно при прикрытии Союзного линкора Видите 10 попаданий Вот 10 попаданий Одним махом И одно все-таки Привело к пожару Ребят Это Атланта Если вас будет Прикрывать хорошо Союзный линкор С которым вы будете Играть в отряде Вы можете просто Выжигать При нынешних реалиях Тем более Что как Скорострельные крейсера Что способны Вертеть линкор На своих главных калибрах Те которые будут Подходить поближе Атланты Это может делать Просто Вот умножайте на 2 Она очень опасна Для любого линкора Даже для высоколевельного Вот просто сожжет Не сожжет Так вынесет на палубе Все Вспомогательные орудия И орудия ПВО Которые там находятся Возвращаясь Ну немножко Исторически К этому кораблю Считался Считался проект Атланта Не очень удачный Маленький Тесный Перетяжеленный Не смог он Развить максимальную Скорость Которую Обещали его Проектировщики Он планировался Все таки Как лидер Эсминцев И как корабль Действующий К эсминцам Должен был соответствовать В общем 35 узлов В этом бою Есть у Атланта Свои недостатки Поверьте Я ее Не захваливаю Если вы попадете По сосредоточный Артельский Огонь Вас размотают Просто в ноль Крейсер Очень слабо Держит удар Учитывайте это Когда будете Принимать решение О покупке Ну в общем Результат Перед вами Алатристы Если честно Рекомендуют вам Этот корабль С абсолютно чистой совестью Покупать Не покупать Все большие Мальчики Девочки Решайте сами Вот Я себе на основу Возьму Обязательно Кораблик в умелых руках При правильном использовании Может творить Просто чудеса Да и фарм У него неплохой Смотрите Три приличных боя И у вас уже Миллион Ну а на этом Остала пора прощаться Традиционно Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Оставляйте комментарии До новых встреч Всем пока